Узнать о правилах дорожного движения, правильном оказании первой медицинской помощи и возможной ответственности за незаконные действия на дороге шадринские старшеклассники смогли на городском форуме. В Доме детства и юношества «Ритм» проходит форум по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В этом году мы работаем со школьниками. В прошлом году был точно такой же форум. Мы его проводили среди среднеспециальных учебных заведений. В этом году мы проводим среди школ города Шадринска. Мы форум проводим по профилактике дорожно-транспортных происшествий в подростковой среде. То есть мы детям говорим о правилах дорожного движения, как вести себя на дороге в той или иной ситуации. На этапах работают приглашенные эксперты. Участники форума посещают пять площадок разных направлений. На них можно подискутировать, улучшить свои знания правил дорожного движения, задать вопросы инспектору ГИБДД и научиться оказанию первой медицинской помощи. Сегодня будем показывать различную логичную реанимацию, которая, ну, как я думаю, пригодится каждому человеку. Но мы стараемся везде всегда участвовать. Когда нас позовут, когда мы увидим какое-то мероприятие, мы сами пытаемся как-то туда попасть. Нам хочется это показывать, чтобы люди знали. Потому что первая помощь должен каждый человек знать. Старшеклассники из лицея номер один, гимназии номер девять и второй школы узнали о том, каким может быть наказание за вождение без прав, управление мотоциклом без шлема или переход проезжей части в неположенном месте. Вопрос о детском дорожно-транспортном травматизме на территории города Шадринска стоит у нас на особом контроле. То есть ежеквартально мы на заседаниях комиссии заслушиваем органы системы профилактики по поводу работы по данному направлению. Значит, мониторим административные материалы. Рост у нас идет, либо снижение идет. За прошедший год, в 2021 году, у нас было рассмотрено 77 административных материалов в отношении 30 несовершеннолетних, которые у нас управляли транспортным средством, не имея водительского удостоверения, нарушили правила дорожного движения при переходе, то есть переходили дорогу в неустановленном месте и так далее. В 2021 году в Шадринске среди несовершеннолетних наблюдался рост числа правонарушений на дорогах. В таких случаях меры принимаются незамедлительно. Вопросы решаются на комиссии, а за нарушителями усиливается контроль. Какие-то внесли дополнительные меры, то есть проводили акции, форумы различные. Работа у нас профилактическая с несовершеннолетними проводится, начиная с детского сада. Членом комиссии является инспектор ГИБДД Брюховских Елена Владимировна у нас, которая непосредственно занимается профилактикой дорожно-транспортного травматизма. Ну и вот, держим на контроле этот вопрос постоянно. К ответственности привлекаются и законные представители. Это происходит в случаях, когда родители сами разрешают подростку управлять автомобилем или мотоциклом.